Добрый день, так и не видно у вас, это ваша техника такая, у меня с кем разговариваю, видно. Есть телефоны у меня, поэтому не могут. А может быть так, слушаю вас. Здравствуйте, я хотела бы представиться. Я проживаю в Казани, в городе Казань. Вы знаете, что у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Все, слушаю, говорите. Я хотела бы запрещение, конечно, поговорить с вами. Я прочитала, книгу вашу читаю, то есть, пусть и не православие, да, видео ваши смотрю, то есть, да, вроде бы все понятно, да. Вот я вам писала в ВКонтакте о том, что меня обливание, то есть, в кавычках, крестили. Вот, конечно, сейчас бы мне хотелось перекреститься правильно, по-правильному. Вот, я хотела узнать, вот, может быть, не священника найти как-нибудь, вот, может быть, даже если я найду какого-то священника, который согласится меня перекрестить правильно, то как определить, рукоположен этот священник или нет, вот так вот? Ну, первый определитель. Если он официально в Московской Патриархии, где епископ есть, то проверять не надо. Там они сами проверяют, да, рукоположенный. Я пока не встретил ни одного случая в Патриархии, что был не рукоположенный. Тут вопрос просто снимается, что они рукополагают неправильно, это другой вопрос. За 30 лет он не должен быть священником. Каноническое правило. Шестой Вселенский Собор, 14-15 правило. Тут спорить не приходится. Почему? Потому что правило имеет какие-то обоснования, любое правило. А правило о рукоположении, то, что Христос вышел 30-летний, не раньше, это выше Христа лезут. Само правило себе дает пояснение. Но признаем, признаем, а им говорим об этом. Потому что он должен быть извержен, он не извержен. Раз он не извержен, поэтому он творит, что попало. Поэтому к нему очень трудно подходить. Они не хотят слышать. Нам чего признавать? Нас меньше всего должно интересовать, кто нас признает. У нас только один вопрос, как смотрит на это Святая Библия, то есть Бог. Библия называется Слово Божие. Если это не по Слову Божию, вопрос снятый. Это человек чуждый, и он называется не иначе, как человек под анафемой. Это послание к Галатам, 1 глава, 8-9 стих. Мне зачем его мнение-то? Говорит, меня от своих мнений тошнит, а я сейчас его подбирать буду. Определенно и четко, Евнух и Филипп оба сошли в воду. Книга Деяния Апостолов. Нам зачем большое внимание уделять мнению человека? Вот у нас люди знакомые из разных областей, и они подходят к священникам, чтобы покреститься. Ни под каким видом. Даже разговаривать нету. Архиерей сразу говорит, если какой священник согласится крестить, я его сразу сам сниму с него. Отойди от него, как от разбойника, и все. А можно найти где? Конкретно у нас 12 июля будет крещение. Вот это определенно, четко. Я бы просто хотела еще, если я не найду такое крещение, которое бы хотел с вами на крещение. Такое возможно? Возможно. Я вам сейчас скину маршрутку. Все телефоны, но это надо заранее. Потом где-то уже на расстоянии одного месяца уже какие-то должны быть у нас связи. А у вас подготовка уже там по-моему 3-5 лет идет. Ну да, ну и что значит подготовка-то? Подготовка та, которая у нас шла в университете. Я провел занятия в разных университетах. А вот если человек незнакомый, ну сказать совсем незнакомый нельзя. Вот у нас сейчас сколько человек собирается ехать, мы уже заранее знаем. Он все, что касается наших вопросов, он знает. Признает Христа. Верит во Святую Библию. Верит во Святую Троицу. Символ веры признает. Ну поэтому ему и срок такой вот с этого момента. Мы говорим ему уже в храме не причащайся. Ты готовишься как оглашенный. И когда говорят оглашенный, изведите, чтобы люди выходили. То есть все по очень серьезной мерке идет. Просто у нас в церкви такого нет, чтобы оглашенный храм. Если спасение человек желает, у него вопросов никаких нет. Я желаю быть спасенным. Спасение дается только на основании Слова Божия. Господь говорит, что будете гонимы за Слово Мое и за Меня. Одновременно Господь в одном стихе говорит. И поэтому Христос и Евангелие, Слово Божие, они не разрывны никак. Тем более Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. Господь говорит, я не сужу Слово, которое я говорил, оно будет судить. Но тут вопрос-то сразу тоже уходит. Если судить будет Слово, то есть по нему Бог будет задавать нам вопросы и судить. Поэтому остальные-то мне экзамены в стороне остаются-то. Вы живете в России, вас интересуют только правила движения на наших российских дорогах. Если вы за границей не выезжаете. А мы знаем, что правила, которые Бог дает, они как раз и будут главными на суде Божьем. Поэтому я, когда первый раз получил Евангелие, стал читать, этот стих мне сразу врезался. И мне остальное уже не надо было расспрашивать. А раз я православный, меня интересует в первую очередь мнение святых отцов. То есть те, которые прошли перед нами, такие, конечно, главные, как Иоанн Златоус, Василий Великий и Григорий Богослов. У церкви определенное правило, это 7 вселенских соборов, 9 поместных и 13 святых отцов. Называется книга правил. Ну, раньше была она Маканон. Мы без этого не можем никак. А чем мы тогда будем отличаться от сектантов, которые вообще ничего не имеют? Каждый разумеет, как придется. Нам это не положено. У нас жития святых. Это 12 книг Дмитрия Ростовского. Люди, которые ничего не знают, а ему когда говоришь, ой-ой-ой, это сектанты, это не слушайте. То есть он сам сектант, вор держи вора, кричит громче всех. Проверить очень легко. Сектанты это люди, которые не имеют рукоположенного священства. А у нас епископы патриархийные служат, и вы можете увидеть в ютубе. Все это видно. То есть за каждое слово придется нам отвечать перед Богом. Просто мне сложнее, я просто живу с баптистом. Муж у меня баптист, и вся семья у него баптисты. Это понятно. Я баптистов хорошо знаю. Это очень хорошие люди. Но я говорю про тех, которых я близко знал 53 года назад. Сегодняшний их даже не сравнишь. Как они одеваются, как говорят, Писание не знает. Но они не церковь. Не церковь. Потому что церковь Христос основал. Легко доказывать. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Я создам церковь мою, и врата ады не одолеют ее. То есть никакие гонители и еретики ее не победят. Когда он основал ее? Сионская горница. А первый баптист 1609 год, Джон Смит. Что в 17 веке Христос пришел заново на землю? Они очень легкомысленные. И в вопросе икон они не разбираются. Иконы, идолы для них. Хотя Священное Писание говорит, не сделай никакого изображения. Исайя, это исход 20 главы. А 25 говорит, сделайте. Они дальше уже не считают. До 25 это далеко. За три столетия не досчитали до 25 главы. С ними легко разговаривать с баптистами. Они Библию-то признают. Правда, укороченные. 66 книг. У нас 77 книг. А от них уже пошли дальше адвентисты, яговисты. Сегодня исследователи говорят уже 21 тысяча разных названий. И что, все от Бога? А они друг друга взаимоисключают. Так а у вас вот, начинают у вас вот. Бог будет судить. У нас каноны, правила. Мы стараемся строго их придерживаться. Ага. Если ваш муж-то вот вышел бы здесь, ну не... Видите, это телефон, поэтому у вас связь такая плоховатая. У него какие-то вопросы? Мы бы побеседовали. Наверное, вопросы ставят там баптист из Америки. Очень серьезный человек. Для баптистов это редкость. Но он, видно, уже не молодой. Попросил книги, купил, заплатил там долларами. Я ему отослал туда. Назад Шашаповалов Юрий. Его видно, какой он самостоятельный. Видели, может? Я смотрела. Вот ваши баптисты пусть посмотрят. Он книги, которые у меня, он их выписал. Ну, я ему показывала, что вы с баптистами оборачиваете. У меня обращение там было. Баптисты тогда были соединенные с пятидесятниками вместе. Это 63-й год, в 45-м соединили. Теперь-то я когда встречаюсь так на реке где-то в дороге с баптистами, даже близко не похожи на тех, которых я знал. Те любили слово Божие, постоянно исследовали. Такие внимательные были. А эти, слышать еще, да ну да, машут рукой петь, петь и петь. Они поют, как коты на заборе. Морлыкают и морлыкают. Ну, у нас баптисты тоже православные. Очень правильно. Я прям, когда вышла замуж, я прям поняла то, что вот почему так вот православие наши берут и опускают ниже климпики, можно сказать. Они говорят, что наши баптисты, они на первом месте стоят. Но вот тогда вот я начала задумываться, почему именно православие. Потом начала видеть то, что вот на самом деле у нас тут везде такие вот нарушения серьезные идут. Потом с вами уже вот встретились и познакомились в интернете. Потом мне легче стало. Знаете, вот церковь — это корабль. Слово Божие так называют. Нам не приходится выдумывать. Это первое послание Петра, 3 глава, 19 стиха. Корабль. А корабль — это кормщий Христос. Другого нету. А остальное все пираты, которые захватили. Бывает, раз корабль давно идет, к нему и ракушки перерастают, и ход замедляется. Я сам моряк был. Я знаю. Поэтому это церковь. Тысячи лет. И когда сектанты начинают чем-то хвалиться, мы конкретно им показываем. Вот садимся мы за стол. Нам главное что? Главное — знать волю Божию, быть Вадимом Духом Божиим. Как вы это понимаете? Они на первых минутах уже останавливаются. Начинаешь задавать вопросы, они толкования не знают. В моем доме столько пришло сектантов, которые стали православными, батюшками теперь служат. В тюрьме я был, в лагере, где-то слово Божие. И там они слово Божие не знают, совсем не знают. Простое, обыкновенное, самое простое. Я уж не говорю, там тысячелетнее царство. Один стих возьмите. Они верят, что будет тысячелет когда-то. Я говорю, вот притча Христос сказал, жатва когда будет. Оставьте расти плевелы на поле. Жатва кончина века. Вы верите? Да. Ну а что такое плевелы? Ну, неверующие. А пшеница верующая. Ну а как же у вас за тысячу лет раньше-то на небо вознесли-то? Тысячелетнее царство. Когда говорят, жатва кончина века. Оставьте расти вместе до жатвы. Все, остановились. Или открывает послание к коринфянам. Пища к Богу нас не приближает и не отдаляет. Я говорю, где вы вычитали такое? Ну это посты, чтобы не соблюдать. Они не соблюдают это. И где вы вычитали? Как? В Евангелии. Открывает. Пища к Богу не приближает. А где не отдаляет нашли? Они начинают, а у тебя, Юра, как написано? Да у меня так. А как же нам братья проповедуют? То есть любой вопрос, он даже не повершился. Пища отдаляет от Бога. Отдаляет. Адам из-за пищи вывалился из рая. Из-за пищи роптал Израиль не вошел в обетованную землю. Из-за пищи антихрист будет печать ставить, кто не примет и так далее, говорится. Кто примет, тот погибнет. Не продать, не купить. Да как? Да вот так. То есть их очень-очень легко выводить. Они хорошие люди. Если вот так самостоятельно садиться за столом, чтобы они записывали, то если человек десять есть, обязательно несколько человек с одной беседой уже делается православными. А дальше уже трудно с адвентистами другими. Баптистов у них признают воскресный день. Они верят в воскресенье из мертвых. Они признают Святую Троицу. Но все это они взяли от православных. Вот к нам приезжают молодые баптисты. А у них так, я с ними встречался, и мать их обратилась, наша прихожанка. Старшая дочь, она теперь матушка, ну вышла за православным, он стал священником. Там вторая дочь, матушка тоже за диаконом, православная. Сын здесь. А два сына у него там, в баптистах остались. Вот один из них приезжает по Теряевку. Я говорю, ты Библию-то имеешь? Конечно, имею. Ну хорошо. А как ты узнал, что четыре Евангелия? Ну так это в Библии. Ну было же не четыре, а было там двадцать Евангелий, первый век. Кто их отобрал-то, что нужно это? Ничего не знает. Молодой человек, там двадцать два года. Но кроме этих книг-то были другие какие-то? Он не понимает даже вопроса. А почему в одиннадцать книг отбросили Серахова, Примуды, Соломона? Вот смотри, у нас в Библии есть дакание апокрифа. Ему сказали апокриф. А что апокриф, он не знает. Апокрифы это подложные. Они канонические, их не было в оригинале. А теперь найдены какие. Их признала церковь, в канон установила и в канон ввела. А ты остальные это берешь, а ее выбрасываешь. А это на одном соборе православном было. Восемьдесят пятое апостольское правило. Он не знает. Я говорю, а кто перевел? И она же была на еврейском языке. Да, на еврейском. Ему сказали это. А Новый Завет, я говорю, на греческом. А почему? Ну почему? Не было, не неси еврейского, он даже этого не знает. Я говорю, а кто перевел-то? Не знает. В 1876 году православные. Русские православные четыре духовные академии. Из них два уже человека. Макарий Алтайский и Филарет Дроздов канонизированы. То есть я беру любимая книга у баптистов Библия. И даже происхождение не знает и знать не желает. Я говорю, а кто такой Павский Герасим Петрович? А кто такой? Я говорю, Евангелие атмопея ты считаешь? Ну да. Апсалтырь считаю. Так это он переводчик. Это люди были с громадными знаниями. Такие как Александр Мень. У них этого нету. У них все так поверхностное. А почему? Нас Бог спросит. Потому что не было проповеди, они не слышали и от добра не ищут добра. Нам нужно признать себя виновными. Сын убежал из дома. Начинает расследовать почему. А дома была пьянка. Родители дрались. Девушка к ней приставали пьяные мужики дома. Она и бежала. Вот я образно говорю. Вот это в таком состоянии находилось церковь и люди искали лучшего. От добра не ищут добра. Рыба ищет где лучше. А он впал в еще большую. Я вот нахожусь в церкви. Знаю все недостатки. У меня брат священник. Я работаю. Я вижу конкретно. Строят купели. Уже есть крестят. Полное погружение. Ну то есть я вижу результаты труда. А там сколько я ни трудюсь, я буду трудиться на поприще дофана Верона и Корея. Это число 16 глава. Секты как образуются. Их Бог живьем в ад отправляет. Ему просто расскажите мужу. Скажите, что вот все в Ветхом Завете было образом, тенью будущих благ. На что указывали эти дофаны Верона и Корея? Они ничего плохого не сделали. Только хотели отдельно образовать церковь свою. Это вот баптисты и есть. Ну он еще не скажет, что прям внукает. Он и Библию не читает. Но я скажу, что он баптист, но он неверующий. Я вот вижу, что он прям не верит. Я его спрашиваю, в чем смысл веры вообще? Как это вот? Что это вот? Ты вообще задумываешься об этом? Но он сейчас в последнее время говорит, зачем ты вот этот пост держишь? Для чего тебе это надо? Вот такой. А вы ему скажите, а вы считали такое Павел, апостол? Тут можно потихоньку расскажите. Вы считаете, Павла он имел Духа Святого или нет? Апостол Павел говорит, а я думаю, что имею Духа Святого. Тут не сравненно уже в Духе Святом. А теперь Павел, как вы считаете, он жил по плоти или по Духу? По простыми вопросам это. Но он сам говорит, живущий по плоти, ну и дальше что с ним будет? А живущий по Духу Богу угождает. Да, он баптист отвечает, да. Значит, у Павла госпожой была душа. Душа, не тело. Она с этим соглашается. Значит, тело подчинялось ему. Он не грешил, не блудник, не матерщиник был. Ну да. А теперь слушай дальше. Павел говорит, смиряю и порабощаю тело мое. Порабощаю, порабощаю, то есть я рабом делаю тело. Зачем это ему нужно было? И далее он говорит постоянно в бдениях, молитвах, постах. Павлу нужны посты, а вам не нужны? Понимаете? Мы возьмем, кого они уважают. Они Павла уважают, баптисты. Но Павел в посте, а вы нет. Значит, вы не похожи. Павел ревновал о порабощении тела, а вам это не нужно. Нельзя так жить, чтобы все время плоти угождать. А мы православные, у нас каноны святые отцы установили. Вот великий пост, мы готовимся к Пасхе. Но у нас пост-то такое-то, меню меняют только. Настоящий пост, когда не пьют, не едят. Мы должны это сказать. Но и замена пищи дает очень много. Отроки в Вавилоне были, Седрах, Месаха, Абдинага. Они не питались царского стола, а только растительную пищу ели. И смотри, как Бог их благословил. То есть с ними нужно разговаривать на этих 66 книг опираясь. Потому что остальные они не признают. Нам этого достаточно. Вот так. Ну, надо самому жить достойно, чтобы они не попрекнули. Если вы любите долго спать и прочее. Он скажет, Павел говорит, где нет? А ты лежишь, я сколько тебе говорю. Вставай раньше, чтобы уже обед был готов. Он зацепит тебя. И будет прав. Я к примеру говорю, я вас-то не знаю. Вот так. Баптисты, они разумные в вопросе житейском. Они не пьют. Хорошие работники, хорошие семьянины. И вот на этом надо попытаться установить авторитет церкви. Они о Христе многое знают, а о церкви вообще понятия никакого нет. А церковь – это тело Христово. Они голову признают, а тело не признают. Ну, мы, скажи, еще у чеченка в плену не находимся, чтобы одну голову ценить. Ага. Ну, вот надо будет сказать ему, чтобы он с вами тоже общался как-нибудь. А вот мы выстоим этот разговор наш. Правда, он будет не все видно, но слышно-то должно быть хорошо. Как его звать? Владимир. Владимир. У меня тоже Володя со мной. Даже вот в вопросах названия имен, видишь, у людей фантазии нет. Это если бы по календарю называли, знаете, какой разброс имен был бы? Большой, широкий. А сейчас это вот, где Серапион, где Геронтий, даже не знаю таких имен. Я обращаюсь, когда к своим говорю, а вы знаете, что в правительстве советском был такой Ворошилов? Ну да. Я говорю, а как его звать? Климент Ефремович. Я говорю, сегодня ни Климентов, ни Ефремов нету. Ну нормально. А Сталина слышали? Ну как не слышали? А Иосиф Писсарионович? Ну и Иосифа еще можно встретить. А Вестарион где? Ну простые, недавние, наши, здешние, русские. И не знают просто. Вот я еще хотела спросить обо сне. Я тоже снова читаю, постараюсь, да, и видео смотрела ваше. Вот. Мне вот в последнее время, вот, вот, три раза уже, вот, практически, вот, снится, как будто бы вот сатана ко мне приходит во сне. Сам вот в человеческом образе. И вот моих детей собирается забрать, как будто такие, ну, вот, в чем-то такие. У вас что-то уходит, повыше маленько, а то как-то одна, вот так повыше. Вот. Сны бывают трех видов. От Бога. Это мы так узнаем из Священного Писания. И Иакову была показана лестница ночью. Иосиф разгадал сны фараона. Вот. Сны от Бога. И сны бывают от дьявола, который навевает сны, чтобы человеку вести в сторону куда-то. Страхи разные навести. Вот. И третье, от забот житейских, от переедания. Перед сном, не ближе, чем за два часа до сна, чтобы ужин был. Значит, тебя сны задают. А как узнать? От Бога, не от Бога. Вопрос. Если вы там, когда смотрите во сне и видите крест сто процентов, то это от Бога. Крест. На храме крест видите, в руках крест или стоит крест. Дьявол не может показать крест. Иоанн Касьяна, это святые такие, об этом говорит. Вот. А остальное, да даже если ты крест увидишь, и тогда сама его не разгадывай. Нужно найти духовного человека, помолиться, да и нужно ли узнавать. Как правило, сны предупреждают о какой-то опасности. И когда видят люди крест, чтобы ты готовился к этому, просил у Бога сил, крепости. А если креста нет, то получается от дьявола это крест? Это неизвестно. Может и не от дьявола, но неизвестно. То есть на сто процентов уже не уверен, что от Бога. Вот только как можем сказать. Угу. Мы видим, у фараона тогда креста-то вообще не было. Никакого креста он не видел, а сны были от Бога. Нам за снами гоняться не надо. Иоанн Златоуст говорит, были чудеса, но мне они не нужны. Зачем? А я и так верю. Чудеса-то были для того, чтобы людей обратить, приблизить к Богу. Мне они вот совершенно не нужны. Я верю в одно чудо. Самое главное чудо, если верить, одно чудо. Не даст другого знамения, кроме знамения ионы пророка. Ты веришь в воскресение, что Христос воскрес? Ну да. Значит и нас воскресит. Все. Главное чудо есть. Верить в воскресение. То есть разложившееся тело, сотлело, ничего нету. И оно заново будет восстановлено. И сиять будет ярче солнце со Христом. Будем подобны Ему. Вот это абсолютное чудо. А остальное все ниже. Они же меня уже не касаются. То есть мне на это внимание лучше не обращать. И чтобы страха не было, помолиться просто, да? Помолиться надо, молиться. Ночью вставать на молитву, тем более у вас есть ребенок. Когда бы вы не встали, встаньте на молитву. Молитву хотя бы минут семь. О родных, близких, о правителях, о патриархиях, о священниках, о сектантах. О всех молитесь. Господи, дай духовное рождение всем и жизнь в Боге по-духовному. Быть Вадимом Духом Святым. Вот это два вопроса. Вы ребенка имеете на руках, и вы все время об этом молитесь. Чтобы Бог дал ему истинное разумение. Чтобы был он в Духе Святом. Ребенок. Господи, ты тоже лежала в яслях. Тебя мать качала, держала на руках. Скажи Божья Матерь, помоги мне правильно воспитать дитя свое. Да. Вроде у меня вопросы закончили. Ну все тогда. С Богом. Спасибо вам большое. Слава Христу. Я вам сейчас здесь же скину маршрутку. Хорошо. Внизу. Может быть она не войдет сразу, вот тогда на две части. Хорони вас Господь, Людмила. С Богом. Владимиру передайте, что я мог бы с ним поговорить. Спасибо. Аллилуйя. Включайте. Пока. Продолжение следует...